Ну что нужно сказать? Всем привет! Итак, настало время завершить наш рассказ о летнем путешествии на юг Италии, в регион Апулия, полуостров Салентино. В первой части мы показали города, которые нам удалось посетить, а сейчас настало время для пляжа. Да, этот регион привлек нас прежде всего с шикарным морем, но как вы помните, в первые дни погода совсем не подходила для купания, но мы ждали солнечных дней и наконец-то дождались. Начнем с очень популярного пляжа Тора-де-Лерси. На юге здесь находятся высокие скалы с потрясающими видами, на севере останки древней крепости, а в центре песчаные дни, заросшие кустарником и хвойами. Обычно мы любим какие-то более уютные и менее людные пляжи. Но во время сильного ветра и больших волн, думаем городской широкий пляж со спасателем это лучшая идея. И на удивление, несмотря на волны и песчаное дно, вода оставалась кристально чистой и мы вдоволь насладились купанием волн. Немного севернее Тора-де-Лерси расположился самый красивый природный бассейн Апурии – грот Таделла Поэзия. Этот грот даже вошел в десятку красивейших природных водоемов мира по версии National Geographic. Этот бассейн окружен красивым и впечатляющим скалистым ландшафтом и прозрачными голубыми водами Атриотического моря. Несомненно, купание здесь произведет незабываемые впечатления. Но если вечером здесь достаточно пустынно, то вернувшись утром, мы, конечно, обнаружили здесь множество людей. Сейчас папа будет делать шальто круто! Эх, когда-то мы дорастем до ранних пробуждений в путешествии, чтобы иметь возможность насладиться красотой в одиночестве. Но пока так. А вообще эта толпа может быть достаточно веселой. Например, когда встречает аплодисментами очередного смельчака, прыгивающего со скалы. Или когда все пытаются поддержать нерешительного. Теперь отправляемся чуть дальше. Отправной точкой для нас служит пляж Торрес-Сан-Андреа. Минуя этот пляж, мы идем тропой направо. Анечка. Мы идем в походку туда, на гору. За какими-то красивыми медьями. И что, и все? Может быть, где-то искупаемся, спустимся выше. Но это не точно, что мы будем купаться сегодня? Ну, мы точно будем купаться сегодня, понятная неделя. Ну ладно, пошли. И здесь начинается очень живописная береговая линия. Первая точка обзора. Вот этот камень. Крутые белесые скалы, омываемые чистейшей водой. Одинокие высокие скальные колонны, арки, бухты, гроты, скрытый пляж. Пейзаж потрясающий. Вдоль берега есть тропинка, по которой можно гулять часами. Что мы и делаем. Кстати, по этой тропинке можно совершить и велопрогулку. Так, на заметку. Продолжение следует... В некоторых местах на скалах высечены ступени, позволяющие спуститься к воде и купаться. А мы в поисках лучшего места для купания продолжаем пройти вдоль берега. И мы решаем вернуться назад к одному из спусков к морю, который был в самом начале. На одном из таких спусков мы остановились и провели чудесные несколько часов, плавая в этой волшебной воде, наблюдая за рыбами и кран. И это проходило практически в одиночестве. Думаем, что это место стало для нас лучшим пляжем в этой поездке. Я тут. Наскальное творчество. Интересно, какой давности. Мне очень тут понравилось охотиться на корабликов. Может на корабли? Нет. Кстати, в самом начале от пляжа Торрес-Сан-Андреа мы пошли направо. А вот если пойти налево, можно увидеть визитную карточку этого района. Скальную арку. А мы, оказывается, искали ее не с той стороны и поняли это только сейчас, во время монтажа видео. Ну ничего, бывает. И, быть может, наше видео поможет кому-то найти эту арку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Идем на пляж Бая-Дей-Турчи. Нам там обещают воду, как на Мальдивах. Сейчас идем через поле, потом пойдем через лес. Надеюсь, недолго. И последний пляж, на котором мы побывали – Бая-Дей-Турчи. Действительно, путеводители обещают, что вы увидите здесь итальянские Мальдивы. Чтобы дойти к пляжу, нужно сначала прогуляться по симпатичному лесу. И после вас ждет прекрасный пляж с кристально чистой водой и мелким песком. Мы решили отправиться на очень уединенный пляж, расположившийся на востоке. Доступ туда был возможен только с воды. Но мы справились. Мы будем пробраться на этот пустынный пляжик, но это только по воде. Как и обратно мы пойдем? Я не знаю. Потому что у нас еще куча вещей. Ого, они сделали это! Ты поймай телефон, не урони его, это же будет крах. Я боюсь! Давай! Давай! И хоть мы не слишком любим пищу, мы провели здесь чудесный день. Это был наш практически последний день на этом побережье. Кажется, этот регион Италии не слишком популярен среди туристов. Поэтому есть отличная возможность насладиться морем на немноголюдных пляжах. Мы остались очень довольны и, быть может, когда-то сюда вернемся. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующем путешествии. Теперь всем пока! Подписывайтесь на канал! Это важно! Продолжение следует...